Всех приветствую! Представляю вам сотрудника отдела развития садов Русского музея, Мельникова Виктора Юрьевича, который и прочтет у нас с вами лекцию, уже не первую лекцию, в рамках цикла фестиваля «Императорские сады России». Сегодняшняя лекция будет посвящена садам Русского музея. Представляю ему слово. Добрый день, уважаемые слушатели, уважаемые виртуальные слушатели. Моя лекция будет вызываться сады Русского музея. И она посвящена садам, взгляду на сады. У каждого свой взгляд на сады Русского музея. У искусствоведов свой, у историков свой, у археологов свой. Свой взгляд. Я представлю вам лекцию взглядом ботаника и садовода. Я сам ботаник, поэтому самое интересное, самое вкусное для меня будет в конце. Сейчас можно начинать. Для всех русский музей в первую очередь ассоциируется с Михайловским садом. Потому что Михайловский сад, он находится рядом с Михайловским дворцом, главным зданием Русского музея, длительное время был музейным садом. Но у Русского музея есть еще другие сады. Здесь они практически все присутствуют. Это, как вы видите, Михайловский сад, это Летний сад, это сад вокруг Михайловского замка и инженерный сквер. Также есть еще другие сады, о них я расскажу чуть позже. Общая площадь всех садов Русского музея 27 гектаров. Много это или мало? Ну, если сравнить с Павловским, то это мало. Или с Коломенским, то это вообще чуть-чуть. Если с какими-то другими сравнивать садами, то это не так уж и мало. Но кроме больших садов и всех известных, у Русского музея есть небольшие сады, но они от этого не становятся менее интересными или менее посещаемыми. Или, как, например, есть сады по домику Петра. Он всего лишь 0,4 гектара, и на его территории произрастает немного растеревых деревьев, кустарников. Но, тем не менее, это первый дом, первое строение в Санкт-Петербурге. Еще у Русского музея есть гурданьо в Мраморном замке. Его площадь тоже небольшая, где-то 0,3 гектара. Но там уже растет всего лишь 83 дерева, 400 кустарников в основном кизине. Вот так сейчас выглядит гурданьо в Мраморном замке. Также у Русского музея есть еще и зимний сад. Вот вы видите зимний сад в Мраморном дворце. Казалось бы, только ботанический сад может обладать оранжереями. Ну, вот здесь маленький зимний сад и тоже видение Русского музея. Также у Русского музея есть и загородные сады. Это, например, ферма-павильон в Тярлево. Она тоже где-то полгектара. И там тоже произрастает немного деревьев, но есть достаточно великовозрастные деревья. Ну, основной рассказ, конечно, будет посвящен летним садам. Я их так называю, летние сады, потому что когда-то все сады, и летний, и Михайловский, и сквер, и сад вокруг Михайловского замка, все это представляли единый комплекс. Летний сад 11,7 гектаров, Михайловский сад 9,4, сквер инженерного замка где-то 0,2 гектара, и сам непосредственно уже сад вокруг замка где-то 0,3 гектара. Произрастает там немного растений, в районе где-то 200 деревьев и там 1200 кустарных в том-другом саду. Это вот как раз вид практически на все сады Русского музея, которые находятся в центре города. Все сады Русского музея прошли инвентаризацию. Это подеревная инвентаризация, то есть считали каждое дерево, измеряли его высоту, диаметр, определяли его биологическое состояние. И сейчас каждый сотрудник отдела развития садов Русского музея представляет, сколько деревьев на территории наших садов, какого они возраста, сколько кустарников, как они себя чувствуют и что нужно сделать для того, чтобы за ними правильно ухаживать. Почему же Петр I в 1703 году выбирает ли на это место, где вытекает, вытекает безымянный террик? Потому что здесь, еще в шведское владычество, была усадьба Ротмиттон-Кноу. Это комендант крепости Нейшанс. В 1703 году он уезжает в Швецию, естественно, оставляя свою усадьбу в руках русских войск. А чуть ниже, где находится сейчас Михайловский замок, была деревня. Называется она Парк Кари-Сари, что в переводе с финского называется «Твердая земля». То есть люди не сиделись на болотах, они сиделись на твердой земле. Поэтому, когда Петр I начинает создавать здесь свою летнюю резиденцию, то это уже обжитая земля. И как мы видим дальше, по возрасту некоторых растений, шведы уже здесь сажали. Можно дальше? Вот так уже выглядит план Роузен, голландца Яна Роузен. В 1714 год уже создается, то есть стоит уже летний дворец, уже созданы все усиления, создаются цветочные партеры и баскеты. Сад разбивается Петром I в регулярном стиле, со всеми присущими регулярному саду. Затем это и фонтаны, это и беседки, зеленые кабинеты, и берсо, критая аллея и шпалера. Сейчас мы посмотрим на гравюру Зубова. Здесь уже прекрасно видно, что летний сад застроен достаточно активно. А там вот в отдалении даже виден шпиль золотых хороб. Потому что Петер I заботился о своей супруге Екатерине, и подарил ей так называемый шведский сад за Мойкой. Это как раз нынешняя территория Михайловского сада. И там были построены называемые золотые хоробы. Петр I использовал летний сад как свою резиденцию для проведения ассамблей различных усилей. А для того, чтобы супруга могла отдохнуть, ей выделил специальную резиденцию, чтобы не мучить ее веселыми ассамблеями. Летний сад развивался. Считая историю развития летних садов и вообще императорских резиденций, у меня создается впечатление, что наши императоры, они жили в постоянном ремонте. То есть постоянно что-то подсадывалось, что-то ремонтировалось, что-то переделалось. Фонтаны переделывались несколько раз, возводились новые возводные башни. И менялся сам ансамбль. То есть на месте, как видите, на месте звезд, которые мы видели на плане Роуза, здесь уже мы видим фапульную рощу. Это фапульная роща с фонтанами, которые сделаны в виде героев басень и зова. Меняется планировка. В верхнем правом углу мы видим огород с теплицами и парниками. Вернее, в левом, извините. Что еще можно сказать о летнем саде? Но Петр Первый не прекратил только развивать вот эту территорию летнего сада. Когда приезжает Леблон, он просит Леблона сделать общий проект. Леблон предоставляет ему проект, общий, рассчитанный на три сада. На первый летний сад, второй летний сад и третий, который находится за морем. Леблон уже на проекте нарисует то, что уже построено, предлагает какие-то свои решения. И как мы потом в дальнейшем увидим, часть решения Леблона была воплощена в жизнь. На следующем слайде. Это как раз территория Михайловского сада. Тогда он назывался Третий летний сад в начале XVIII века. Как вы видите, очень много от плана Леблона было осуществлено в этом саду. Третий летний сад был разбит в регулярном стиле. Пять дорожек, идущие с запада на восток, пересекались с восьми дорожками, которые идут с севера на юг. Деля всю планировку сада на такие квадраты, которые были засажены видовой посадкой, что очень свойственно для яблоневых садов. Здесь проживала Екатерина I. Здесь были устроены и огороды. Нет, можно назвать? Во времена Анны-Анны никаких гардинальных перемен в ансамбле третьего летнего сада не произошло. Кроме того, что на южной стороне сада был сделан Ягодгард. Это, как называемый, охотничий сад, где в вольер держали зайцев, олени для охоты, потому что Анна-Анна очень любила охоту. Но Анна-Анна зато достаточно много сделала для застройки летнего сада. Был построен еще один дворец, перед дворцом был разбит художественный партер. Всем этими работами занимался архитектор Растрея. Там был построен амфитеатр. Вход в летний сад во времена Анны был сделан со стороны нынешнего Марсового поля. Следующий значимый этап в развитии летних садов, особенно третьего летнего сада, Это было строительство в 1741-1943 годах третьего летнего дворца. Это уже было при Елизавете Петровне, дочке Петра. Дворец был построен в Растреле. Вокруг дворца был разбит чудесный сад. Мы сейчас увидим его план. Растреле сделал два геометрических, правильных, пруда симметричных. За прудами был сделан лабиринт. Екатеринский летний сад изменился мало, третий летний сад. Но там появилось пять прудов, как вы видите. Все сделано в регулярном стиле. Вокруг третьего летнего дворца были разбиты цветники и были фонтаны. При бежнем стороне у Монки был фонтан. Очень интересно решил Растреле центральную аллею между двумя окладами. Он ее пересек, пересек поперечные аллеи и тем самым вывел ее на аллею, построенную еще при Екатерине. И одновременно был выход с сада в дворец. Растреле сделал очень большой лабиринт. Основная задача в этом лабиринте была гулять и дойти до центра, где была беседка. Во времена Елизаветы Петровны в третьем летнем саду появилось очень много различий. Были построены качели, горки, карусели. Была привезена даже большая липа, живая, на которой была сделана беседка. И вокруг этой липы была сделана карусель. Вот веселая царица была Елизавета. Поет и веселится, порядка только нет. В екатеринские времена композиция третьего летнего сада не менялась. Единственное, что были разобраны золотые хоромы, которые пришли в негодность, среди тем, что долго не ремонтировалось. Зато Екатерина хорошо очень поработала над первыми и вторыми летними садами, где практически все петровские затеи были убраны в период царствования Екатерины Второй. Следующей большой вехой в истории летнего сада Третьего – это было строительство Михайловского замка. Михайловский замок был построен в очень сжатые сроки. Павел I торопился, но пожил он там немного. И именно как раз во время строительства Михайловского замка эта территория, примыкающая к Михайловскому замку, начала называться Михайловский сад. Иногда ее еще, правда, называли Верхний Екатеринский сад. Но именно как раз с этого момента эта территория, так как она примыкает к замку Михайловскому, начинает называться Михайловский сад. Как вы видите, вокруг замка вся растительность убрана, все барочные партеры своей бабки Елизаветы Павел I убрал, и из замка сделана неприступная, как ему казалось, крепость, вырытые рвы, сделаны плац. Зато остальной сад практически не меняется. Павел I любил выезжать туда по утру на лошади и наблюдать строгость ровно стоящих под спиженом деревьях. Ему все понравилось строгое, и он этим это любовался. В южной части начинает строиться рожевейное хозяйство для обеспечения садов посадочных материалов. При таких гигантских садово-парковых строительствах посадочного материала постоянно не хватало. И уже начиная с Елизаветы Петровны и Анны Анны, часть материала просто перевозились с одного сада в другую боль. Во время оборудования сады Анны Анны был разбит на Марсовом Боре, был разбит променад. Этот сад существовал недолго. Как только к власти пришла Елизавета Петровна для обустройства своих лабиринтов, расстрелял в канцелярии, просил позволить ему выкапывать растения именно как раз с Марсового Боре. Вот такая была ротация. Ну, хоть в 1716 году Петр I распорядился в районе крепости не шанс высадить питомник, но этих растений явно не хватало для такого гигантского садово-паркового строительства, которое развернулось в XVIII веке в Санкт-Петербурге. Да и во все остальные времена тоже. Следующей векой в этой местности было строительство Михайловского дворца. Михайловский дворец строил уже, строили по распоряжению Александра I для своего брата Михаила Павловича. И в 1822 году, после того, как был уже закончен дворец, в Черне продолжалась такая внутренняя отделка, был разработан проект реконструкции всей прилегающей территории. Если мы сейчас посмотрим на план, то изменилось очень много что. Архитектор Карл Роси и его помощник Адам Меланес разработали вот такую реконструкцию сада, когда используя расстрелевский регулярный стиль, то есть то, что осталось от расстрелев и от... изменили, изменили и добавили в него пейзажные мотивы. При этом они это все сделали очень гармонично и плодотворно. И так разобраться, Михаиловский сад, это, можно сказать, самый маленький пейзажный сад, который к тому же окружен, окружен, как вы видите, окружен регулярными прямыми аллеями. И все это смотрится гармонично. Были изменены пруды. И форма прудов стала, видите, более такая свободная овальня. Была продлена расстрелевская тропинка, которая дошла от южной части парковых сада до мойки, и она переходила в параллельную идущую мойке еще одну аллею. Была сделана площадка, на площадке был сделан павильон. Это тоже необходимый элемент пейзажных садов. И сделаны бризы. Засыпав, архитекторы Засыпав и садовники Засыпав пруды, разбили посреди сада огромный английский луг. Это обязательный элемент экспозиции классического английского пейзажного сада. Он разбит как раз перед дворцом и открывает вид на дворец не только со стороны Масляного лука, но и даже со стороны Марсового поля и даже от Невы. Деревья были посажены так, что они не перекрывают перспектив. При этом возникало очень много пейзажных видовых точек. Сам луг окружен огибной аллеей, которая позволяла гулять и наслаждаться видом пейзажа. Сам Михайловский дворец был построен на бывших оранжереях, которые начали сноситься в 1719 году. А растения с этих оранжереев передавали в царское село Петербург, в Стрельном. И использовались там для озеленения. Вокруг изменения коснулись не только непосредственно Михайловского сада, но и коснулись изменения и садиков сада вокруг Михайловского сада. В 1825 году, когда была продолжена Садовая улица до Мойки, то сады потеряли свою единость. Они их разделили отмолить улицу. Карл Роси, так как это была великогняжеская резиденция, отгородил улицу Аграда. Михайловский сад отгородился от Михайловского замка. Вокруг Михайловского замка Роси посадил два ряда лип в очень строгий каре. И разбил инженерный сквер. Инженерный сквер он разбил как бы в частной системе. Две части были. Они были разбиты уже в пейзажном стиле. В этот же момент прокладывается набережная реки Мойки со стороны Летнего сада. И Летний сад тоже отрезается от своих, так сказать, родных братьев. Следующий важный этап – это, как всегда, ЧП. В 1881 году у Аграда Михайловского сада народовольцам наконец-то удалось совершить удачное покушение на Александра II. В 1886 году начинают строить спас на крови или спас Христа Спасителя. Длится эта страница до 1700-1907 года. Землю выделяет Екатерина Михайловна. Это последняя владелица Михайловского замка. Она выделяет территорию. И часть Михайловского замка уходит на строительство Спаса на краю. Вокруг него, чтобы отделить от Михайловского сада, возводится решетка. Также возводится риза. Церковная риза, или как у нас ее называют, иногда церковный дом. Следующая веха – это когда умирает последняя владельца Михайловского борца в 1894 году и в 1895 году казна выкупает дворец у потомков. И Николай II подписывает указ о создании русского музея. Так у русского музея в 1889 году он открывается после ремонта. И у русского музея появляется свой цар. Но это с одной стороны был свой, с другой стороны он начал принадлежать городу. И поэтому в начале 20-го века начинается массовая, как мы сказали, уплотнительная застройка Михайловского сада. Начинает возводиться здание эндографического музея. В одном конце сада, в юго-восточном, засыпается один из прудов, потому что он обмелел, и нужно было куда-то складировать строительный мусор, ну, чтобы далеко не вывозить. Были приняты, были проекты строительства, строительства, создания музея Суворова на территории Михайловского сада. Госдума вообще предложила вырубить сад и построить здесь здание для заседания Госдумы. Слава Богу, все эти проекты не осуществились, но хотя территория сада уменьшилась. То есть уменьшилась за счет того, что был построен эндографический музей, который построен был только в 16-м году. За счет, уменьшилась за счет того, что в 14-15-м году построили на территории сада, построили школу народного искусства. То есть благородное дело, но ради этого был уничтожен целый массив. Это, считайте, 30 квадратных сажек. Был построен дом на территории Михайловского сада. Михайловский сад стал уменьшаться. Революция не способствовала расцвету Михайловского сада. В 19-м году, в 19-м, 20-м году на территории Михайловского сада был организован огородный корпоратив из сотрудников русского музея, которые занимались выращиванием на территории Михайловского сада овощей для своего пропитания. Русский музей пытался, как мог, ухаживать за Михайловским садом. И даже до 1923 года в штате русского музея был садом, который именно ухаживал за Михайловским садом. Была оранжерея, где выращивалась рассада. Правда, во время разрухи, после революционной, она была разрушена, но, тем не менее, горшки там сохранились. То есть горшки потом даже передавались уже, когда сад стал городским. В 20-е годы, в 1923-м, начиная с 1925-го года, городское правительство решило сад забрать городские мужа. Сделать его свободным. Руководство русского музея этому противилось, потому что у них были там сторожа, и тем самым обеспечивалась охрана. Закрывались ворота, они пытались как-то ремонтировать ограду. Когда сад передали городу, должная охрана не обеспечилась. Был всего лишь один сторож, который даже мог уйти, не закрыть дверь. Но рабочий день у него закончился, он сел, ушел, встал, ушел, даже не закрыл ворота. И приходилось сотрудникам русского музея выгонять запосдавших посетителей из Михайловского сада. Причем подплывали на лодках, то есть было такое достаточно сложное для сохранности коллекции летнего русского музея время. Когда люди заглядывали в окна Михайловского дворца, и было принято такое очень оригинальное решение из подсобных материалов, то есть из боевик, и колючей проволоки отгородить Михайловский сад от русского музея. И то есть какое-то время Михайловский сад представлял такое чуть ли не военное поле действия. Но по-другому администрация никак не могла решить. С городом была длительная переписка, но она ничему не привела, и городское садовое хозяйство начало наводить порядок, как она считала по-своему. Ну, по-белых, то, что в 30-е годы парк переименовали МРОП, это Международная организация помощи жертв революции, то есть лица не роматриники. И вот в 1929 году Соловьёк сваял вот такое вот дерево свободы, где из дуба он вырезал три составляющих угнетённых христиан, борющихся за освобождение и достигшие наконец-то хорошей свободной жизни. Был через масляный лук для того, чтобы обеспечить транзитный проход отдыхающих. Брак пророжено дороже, чем был нарушен сразу же смысл, облик этого ландшафтного объекта. Вывозилась земля, когда нужно было на поле жертв революции устраивать газоны, земля вывозилась как раз с Михайловского сада. Окончательно был засыпан пруд, были сделаны различные площадки, эстрады, были поставлены такие вот скульптуры, как вот, например, здесь Ленингетин, 1938 год. Сад становится постепенно, постепенно становится городским садом, так сказать, культурой и отдыхом. Ну, это, в принципе, коснулось и летнего сада, но к этому потом чуть повернемся позже. Сейчас давайте просмотрим дальнейшее развитие Михайловского сада. Дальнейшее развитие Михайловского сада, Война, конечно, тоже нанесла урон Михайловскому саду на территорию Михайловского сада и Русского музея упала около 11 фугасный бомб, там около сотни зажигательных, 40 снарядов. Потом были предприняты попытки реконструкции, реставрации сада, придание ему облика начала 19-го века как раз вернуться к проекту Карла Роси. Ну, все обычно заканчивалось просто ремонтом дорожек, подсадкой, ходящей подсадкой деревьев. В результате, можно дальше, в результате к началу уже 21-го века сад был, представлял вот такой вот вид. То есть были были прокопаны дорожки, были разбиты эстрады. В 70-е годы в левом, в левом верхнем углу, углу, в северо-западном углу сада был разбит теннисный корт. Должны же люди приобщаться к спорту. На пруду катались видите на коньках. Все было в порядке вещей. Могли загорать на газонах. Была транзитная дорожка, были пробиты достаточно много транзитных дорожек. Плод был окончательно засыпан. Когда был построен мост Гребцова, сейчас это новоконюшенный мост, недалеко будет, спасан окраин, то и поэтому пустили трамвай, то в 70-х годах перенесли ограду, отодвинули от стен школы искусств и школы народного искусства, где Михайловский сад решился еще часть своей территории. И тем более была нарушена симметричность ограды, которая была задумана рядом с пазом на крови. Когда в 1999 году сад наконец-то передают в управление Русскому музею, до этого уже с 90-х годов говорили о том, что сад находится в плачевном состоянии, что крутины разрослись, что не перекрыли все видовые точки пейзажные, что деревья находятся в плачевном состоянии, кроны не обрезаются. В конце концов в 1999 году парк Билигаре. И в 2000 году было принято решение проводить реконструкцию, реставрацию Михайловского сада. И она начинается в 2001 году, проходит несколько этапов. И после этой реставрации также реставрации подвергается и садик вокруг Михайловского замка, потому что Михайловский замок тоже передают русскому музею. И территорию вокруг Михайловского замка была свободна для посещения. После реставрации она отгорожена и сейчас работает как внутренний сад русского музея. Вот сейчас это современное состояние Михайловского сада восстановлен вдовой пруд. Проведена засыпана часть тропинок, но правда центральную терапию перерезали масляный лук, так и не засыпали. Почему? Ну, это непонятно. Были подсажены новые деревья, старые, были убраны, достаточно много было деревьев подсажено, все более-менее приведено в порядок. Ну, теперь оставим на чуть-чуть Михайловский сад, к нему мы еще потом вернемся, и вернемся обратно в далекий 18-й вверх. Ну, перенесемся уже географически на другую сторону, в сторону мойки, где как раз находится первый и второй летний сады. Это расцвет летних садов, это Елизавета было построено достаточно много павильонов, Елизавета ничего не меняла в летнем саду, ничего не убирала. Ну, единственное, что пострадало, это пострадали фигурки из опыских героев, из опыских басен. Елизавета Петровна не любила мышей. А как ни странно, почему-то в басне всегда присутствуют мыши и коши. Ну, и там, гора, родившая мышь и подобные. и когда она пошла гулять по этой павильной рощи, она сказала, ой, как много мышей, нужно мышей заменить какими-то более престойными животными. Ну, ничего лучше не придумаешь, как просто мышей снять. В израильевские времена начинают, так как уже летний сад не использовался как резидент, как императорская летняя резиденция, в летний сад начинают пускать приличную обретую публику. Ну, приличную обретую публику это понятие достаточно растяжимое. Например, нового пупца не пустили, потому что он был спорадовым. когда он сбегал, побрился, его не узнало невеста, с которой он должен был встретиться как раз внутри летнего сада. Теперь перейдем к времени правления Екатерины. Во время правления Екатерины было решено сделать набережную гранитную, немскую набережную, сделать гранитную. И как только там появилась с набережной, то летний сад стал доступен для публики. И поэтому было решено для того, чтобы закончить как-то композиционно летний сад, было решено возвести Невскую ограду. Невскую ограду возводили долго, одни торги устраивали раз пять, если не больше. То есть все строительство Невской ограды растерянулось практически на 13 лет. после того, как была построена Невская ограда, опять в очередной раз в 1777 году случается наводнение, часть деревьев погибают, ломаются, фонтаны приходят в негодность, но Екатерина не сразу отказывалась, как у нас пишут в книжке, в 1777 году все фонтаны засыпались на уши. Это убирались потихоньку, сначала убралась вдоль, после наводнения была засажена роща, пабульная роща, разобраны были все фонтаны, и там была просто рядовая посадка. Потом был убран красный сад, потому что уже никакой нужды в овощах, фруктов на данный момент тоже не было. Там тоже была сделана рядовая посадка, были убраны оранжереи, потому что основные оранжереи в екатеринские времена находились в третьем летнем саде. Там даже придворный садовник Клибин умудрялся выращивать бананы для стола кемператрицы. После возведения ограды уровень сада поднялся. И нужно было либо поднимать фонтан на этот уровень, а фонтаны в ямках не смотрятся. Не смотрятся на разрешение или на кладке поверхности. И поэтому было решено просто потихоньку от всех фонтанов отказаться. Были разбиты клумбы на месте фонтанов. Эти практически эти клумбы просуществовали до 2009 года. С тем или иным успехом. К моменту окончания царства Екатерины I практически от затей каких-то Петровских ничего не осталось. Дворцы людские покои были убраны. Те, которые были за дворцом они были убраны во время реставрации устройства набережной по фонтанке. Летний дворец и дворец Анны Анны были убраны во время проведения строительства аграб. Но планировка оставалась регулярной. Регулярно продолжали стричь шпалеры чаще всего даже по инерции. Потому что так привыкли садовники ходить с ножницами. Дальше царствование Александра I были предприняты попытки отремонтировать грот. Но эта попытка удовлетворилась только при царствовании Николая I. в реценстве Николая I в летнем саду в 1855 году появляется памятник баснописцу Крылову. Это возможно очень символично потому что Крылов жил недалеко ходил гулять по летнему саду и все-таки Крылова называли русским изобов поэтому памятник Крылова вполне уместен был в летнем саду. Дальше история летнего сады развивалась вот это еще до покушения в 1866 году на Александра II. Видите еще заканчиваются вороты центральными центральной аллеей заканчиваются центральными воротами потому что после покушения покушения в створках этих центральных ворот была возведена часовня потому что Каракозова толкнули он промахнулся и произошло чудесное спасение. В 1866 в 1867 году была возведена эта часовня просуществовала эта часовня до 30-х годов в 30-е годы ее убрали как антихудожественную до этого просто через нее сделали вход ворота но для того чтобы как во время строительства часовня для того чтобы как-то уравновесить боковые ворота были привлечены к этой часовне когда решили решили снести часовню никто даже не позаботился сохранились и ворота то есть снести снесли а ворот не нашли как оказалось что там ворота где где ворота хранились товарищество жильцов их продало на металлолог вот ворот не нашли поэтому было принято решение сделать просто рядовую поставить рядовое звено что же там дальше происходило еще в летнем саду давайте посмотрим вот это тоже уже начало начало 20 века расширили расширили аллеи для того чтобы можно было весело кататься на лошадях вот поэтому у нас сейчас многие растения в набивном покрытии и очень много находили поколы а это еще одно творение в 1913 году поставили памятник Петр Плоти в 30-е годы его демонтировали как сиюкающий и идеализирующий Петра а так он стоял там тоже было очень интересно смотрим дальше это еще одна трагедия летнего сада 1924 год когда случилось случилось сильнейшее наводнение в этом в этом наводнении летний сад досчитался около 50 грн то есть они были поломаны и практически никто из них не смог выжить то есть просто их убирали с 18 года когда нужно было передать кому-то летний дворец Петра I творение Безини и скульптуру садовую скульптуру иначе ничего лучше как это все передать не только бытовому отделу русского музея но где находится русский музей где находится летний сад тем более что летний сад оставался в городском ведании за ним ухаживал город а скульптуры и только дворец принадлежал русскому музею когда в 1923 году было такое общество охраны старого Петербурга Петрограда потом ее перенимали еще Ленинград так вот обратились к этому обществу для того чтобы оно взяло опеку над летним садом и когда туда пришел инспектор этого общества он ничего от директора кто заведовал садом хозяйством еще добиться не мог сказал что скульптура не наша скульптура мы к сторожу а сторож сказал что он тоже ничего не может сделать и только следить чтобы скульптуру не вывезли из летнего сада когда в конце концов было принято решение организовать на базе летнего дворца Петра I музей то в 1934 году летний сад скульптуру и дворец Петра передали в управление ленинградскими пригородными дворцами садами при Ленгосполкоме и с тех пор начинается начинается новая жизнь летнего сада в 1940 году была проведена инвентаризация архитекта Дубяга предложила 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 провести реставрацию летнего сада это первое первое предложение реставрации летнего сада она хотела и урочить 250-летию летнего сада из всего что удалось это удалось сделать цветочный бортер в северо-западной части сада рядом с лебяжей канавкой теперь хочется немножко рассказать о садоводах вот это очень интересный человек это садовод садовод Петр Кондратьевич Лобанов он был садоводом с 37-го по 47-й год на его плечи пришли самые тяжелые годы в истории садов летних садов он написал небольшие воспоминания о блокаде о том как сотрудники летнего сада боролись за сохранение летнего сада начинается эти воспоминания с того что 22-го июня в воскресный день они сажают оформляют цветочный бортер и идут на обед узнают о войне но тем не менее бортер так был сделан красиво что его попросили выступить по радио и он уже идет война а он по радио рассказывает какой чудесный бортер разбили в летнем саду благодаря стараниям стараниям Петера Кондратьевича летний сад за всю войну потерял невозвратно потерялось только 385 деревьев потому что он боролся за каждую траншею за каждую щель он говорил что здесь копать нельзя здесь корм здесь погубите погубите деревья он убирал когда в 42-м году осенью зашли военные в летний сад он приходил туда убедил военных что нужно убирать листья иначе упадут зажигательные бомбы и сад сгорит очень интересно рекомендую почитать но уже когда сняли блокаду в 1943 в 1943 вышла уже комиссия и комиссия посчитала ущерб который нанесен летнему летнему саду ущерб был конечно колоссальный но не такой какой бы мог быть также в 1942 году на территории летнего сада разрешили разбивать огороды школьников Держинского района поэтому одна из аллей до сих пор называется школьник потому что школьный огород был на бортере вот так школьники весело идут сажать овощи также были выделены клянки для сотрудников русского интегрического музея после войны восстановили засыпали все воронки убрали убрали деревья убирали убирали деревья которые которые не подходили по ассортименту были убраны цветополя летнего сада березы постепенно постепенно летний сад превращался в такой прогулочный сад ухаживали но сколько не поднимались планы реставрации от них как-то отмахивались постоянно не было денег или еще какие-то причины вот все это годы это 69 еще так все хорошо сейчас будет уже 80 вот так вот выкидал пруд огороженный решеткой металлической ну и последний кадр это уже 2008 год непосредственно перед реставрацией это к вопросу о том что летний сад был прозрачным потому что его снимали он прозрачный потому что вы снимали либо весной либо осень если его снимать летом то вот мы получаем вот такие кадры в 2005 году летний сад передают в управление Русского музея и наконец-то опять все сады объединились в единое целое в 2009 и 2012 году рождена реставрация но реставрация я особо говорить не буду все ее так видят всегда на слуху и много обсуждается посмотрим просто видеоряд вот восстановили фонтаны восстановили шпалеры скульптуры скульптуры заменили на копии подъеки находятся в здании Михайловского замка вот восстановили восстановили оранжерею вновь вновь как в Петровские времена появились сказочные растения вновь появился Петровский огород очень интересно дети любят очень смотреть особенно на взрывающие апельсины мандамины теперь давайте о самом вкусе вот это то что мне больше всего нравится вот здесь здесь вы можете посмотреть сколько сейчас деревьев в летнем саду например до реставрации было всего лишь 1900 деревьев сейчас вы увидите их больше больше 15 тысяч видовой состав тоже увеличился это по летнему саду кустарники лианы трех по Михайловскому вот следующие данные вот это в Михайловском в Михайловском саду здесь поменьше поменьше деревьев потому что они ашпалеры берсо зато количество кустарников тоже меньше но зато видовое разнообразие больше видите там аж 32 вида потому что это все-таки пейзажный парк и здесь можно использовать красиво цветущие кустарники и это парк 19-го столетия в 19-ом столетии ассортимент увеличился намного а чем же а чем же озеленяли вы спросите чем же озеленяли первые садовники летний сад а им еще не оставалось делать как озеленять озеленять представителями местной флоры вот например ель обыкновенная ель обыкновенно очень хорошо подвергается стрижке поэтому из нее первоначально делали шпалеры устраивались устраивались еловые рощи на некоторых на некоторых планах на некоторых планах даже есть елочки стриженные стриженные кругами ярусом в питомские времена ель широко использовалась потом из-за загазованности еловые начали выпадать и вот после реставрации в летнем саду в Христовом Гульбище появилось 43 дерева дерева ель они растут под прикрытием под прикрытием лиственных пород поэтому чувствуют себя вот уже третий год чувствуют себя очень хорошо и еще две ели есть в Михайловском саду какие же еще использовали первые озеленители вот береза тоже растение растение местной плоды очень красиво чудесно еще не только в Петровске но даже во времена Екатерины часть вот например территории летнего сада засадили березами а что там можно сказать рукав сейчас в летнем саду берез нет в Михайловском четыре березы это еще одно растение местной плоды альха черная ольха серая извините растение непихотливое тоже хорошо стрижется из нее тоже первоначально устраивались различные различные садовые затеи в том числе шпалеры для красиво цветущих красиво цветущих у нас используется черемуха красиво цветет долго цветет ну что-то недолговечное но зато очень шикарное сейчас в летнем саду черемух нет в Михайловском одна черемуха и еще несколько черемух на территории очень все красиво альмина широко использовалась тоже и плоды можно поесть и красиво цветет в в летнем саду сейчас только одна рябина в Михайловском 13 рябин двух видов там еще кроме обыкновенной есть промежуточной рябин используют не только в Петровске времена вот здесь на фотографии мы видим на переднем плане видите такие плакучие кустики это рябина форма плакучия сейчас вы можете увидеть если гуляете по Камерностровскому недалеко от сквера Петрова там есть вот такие формы рябины плакучие очень достаточно устойчивое растение неприхотливое также использовалась калина она не только красиво цветет но давала еще ягоду ничего не должно было пропадать и красиво и вкусно вот такие вкусные ягоды сейчас у нас высажены баскветы после реставрации баскветы высажена калина и осенью она украшается своими плодами украшается еще одно тоже растение местное флое это жимолось жимолось обыкновенная ягода у нее конечно не особо вкусная но красиво цветет ароматно использовалась для шумполог тоже тоже ничего ничего не пропадало твердая очень древесина сейчас у нас жимолось обыкновенная тоже представлена как в Михайловском саду так и в Лене это ковшина ломкая ну ковшину ломку используют как прекрасное средство и гору и ягоды тоже использовалась тоже растение местное флое использовалась сейчас ковшина ломка представлена у нас в Баске малина малина ну малина всегда все любили малинное варенье и малина тоже представлена у нас сейчас в летнем саду в Петровские времена она тоже была но все бы хорошо вот тогда лещина орешек лесные и тоже использовали для того чтобы покушать и для того чтобы украсить украсить баскет то есть в баскетах и сейчас высажено достаточно много лещин вот вот но были неудачные попытки но ведь нельзя жить Петр I создавал летний сад как парадист как рай на земле на какой же рай если подсень берез черемух ольхи елок надо что какие-то экзотические растения поэтому уже первые первые годы использовали только местную флору привозят и другие привозные растения привозились они обычно большими и кедр привозились например из Сан-Коламска кедр сибирский или сосна кедровая сибирская но к сожалению кедр очень неустойчив к загазованности и к заболачиванию почвы поэтому кедры как-то не прижились и практически уже даже в конце 18-го езовинские времена уже не встречаются на территории Леннего Михайловского сада также привозили вот такие граб когда европейские ландшафтники сказали ландшафтные архитекторы сказали Петру что из граба можно делать хорошие хорошие шпалеры граб был привезен но у нас он вымерзает то же самое случилось с Истисом из Самшитов все это привозилось регулярно все это гибло привозилось опять но Петр Первый не жалел ничего до своего пародизма широко в Петровские времена широко использовались хмели во-первых для того чтобы разъединять вертикальные территории использование шишечных хмелек сейчас хмели не используются потому что появились другие декоративные декоративные реалы давайте дальше естественно любимые любимые деревья дуб чересчатый дуб чересчатый не встречается у нас так распространенно хотя шведы его сажали дуб чересчатый начинает Петр Первый любил дубы дуб чересчатый их очень много у нас в садах ну не так много как липы но тем не менее вот видите их там 93 в летнем 70 в Михайловском свыше 58 в свыше 110 лет есть даже даже дубы которые больше 250 посмотрим осенненную рассказку дуба очень декоративная вот сейчас и перейдем к деревне памятник вот это самый старый дуб в летних садах этому дубу 350 лет возраст 350 около это установлено методом тернения и этому дереву дали присвоили статус памятник живой природы это организация федеральная русский музей русские сады русского музея заимили несколько деревьев вот выбрали два дерева одно в летнем саду другое в Михайловском саду вот он дубу в Михайловском саду этому дубу 287 лет то есть дуб в летнем саду он еще до Петровска то есть это еще осталось от шведов почему я говорю что здесь территория была освоена вот это тоже памятник в Михайловском саду вот такая табличка у него вот пойдемте дальше тут чересчат их можно посмотреть увидеть использовали широкое каштан каштаны были любимым ну то есть он любил Петр I любил каштан какой-то каштан конский несъедобный но тем не менее их завозили из Голландии почему-то хотя это растение с Балкан но тем не менее в Голландии его любили и высаживали смотрим дальше что мы имеем по каштану каштанов у нас очень много не так много как это самое но есть растение в котором даже самым старым больше 110 лет это цифры Михайловского в Лейбе в Лейбе в Михайловском это у нас Липа Липа Липы деревья мы посчитаем отдельно отдельно стоящие тем кому больше 200 лет и больше 300 лет аж по Леху Липу и Берсу мы посчитаем отдельно эта цифра указана в обоих садах и в Михайловском и в Лейбе это Липе 200 лет вот это у нас Липа долгожители им по 300 лет их они приобрели такую форму потому что они регулярно подвергались стрижке то есть это бывшая шпалера и лишь когда потом ее перестали стрижь отпустили они все-таки подросли но вот до своей бурной молодости вот остались такие наплывы на стволах они у нас на Лебяжьей канаве на портре это у нас Липа шпалерна ее высажено больше 12 тысяч все баскеты обнесены Липой шпалерной это обыкновенная Липа белковистая просто ее стригут и не дают ей расти также у нас есть Липа персо это специально выращенные Липы их изгибают в молодости они потом привязывают к таким конструкциям так называемым погибнутым полеям их у нас там 357 штук будем дальше это лиственницы возраста стало 80 и больше тоже все можно представить уже лиственницы это тоже указаны 5 лиственниц в Лебском саду 15 Михайловс это вязы связаны у нас беда вязы у нас умирают от усыхания поэтому количество точно постоянно уменьшается но сейчас присло с запада пришла панацея это вяз рихиста устойчивый к усыханию их у нас в 15 летнем саду и два Михайловс это клен астролист тоже второй по величине после после липы липу на первом месте клен идет на втором клен красивый весной когда цветет очень рано в начале мая цветет и осень когда расцветают листья вот у нас самый старый старый клен ему 190 лет он тоже кстати был заявлен на памятник природы но выбрали дубы это у нас ясени тоже их у нас немного самым старшим 180 лет это спирея спирея широко используется как в летнем саду так же как и в Михайловском и на территории это красиво красиво спирея пепельная или гранискофа как ее еще называют очень красиво декоративно цветущая другие спирея даже кстати красиво цветут у нас еще спирея дубавка листная береза листная и прочее тоже растение некоторые растения местных плодов это жимановская приколь это лиана красиво цветущая используется для вертикального озеленения это сирень 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 обыкновенная ульгарист различные различные сорта появляются еще в петровские времена активно используется используется в озеленении это у нас жимолость татарская которая тоже используется в озеленении в Михайловском используется еще съедобная голубая это пересклет он красив своей осенней окраской тоже привозили в петровские времена из подмосковья из московских листов это его плоды это у нас кузыри плотника тоже американское растение тоже появляется где-то в конце 17-го века это аристолетия манжурская ну вот это я не скажу что это историчное растение это растение появляется уже только в 19-ом веке но тем не менее сейчас используется в летнем саду для вертикального озеленения также как прочим следующая лиана коломикта партинидия коломикта или партинидия дальневосточная это тоже растение появившееся в европейской части в 19-ом веке а вот стеник ксатики это североамериканское растение гимичий виноград он красив во своей осенней раскраске это барбарис который в петровские времена использовали как плодовые растения высаживали в пасхетах сейчас и в Михайловском в летнем саду есть достаточно много барбарисов даже есть другой вид барбарис это у нас караган это у нас караган или желтая акация ее кстати в 18-ом веке начали использовать в конце 18-го века начали использовать заместолинку для создания огибных аллей и шпалей она хорошо стриглась и как писали садорники в тех времен не повреждается никакими болезнями семена карагана можно кушать как горох это кизильник который в 19-ом веке начали активно использовать для создания живых изгородей и вот если мы посмотрим как было в советские времена в советские времена вот все аллеи летнего сада были огрожены кизильником сейчас кизильник остался только внутри басхет то есть нигде изгородей из кизильника в летнем саду нет это в летнем саду в петровские времена активно выращивались различные плодовые деревья и сейчас мы посмотрим какие же плодовые деревья выращивались это у нас груши выращивались сейчас к сожалению груш нет ни в летнем ни в Михайловском саду яблони домашние в Михайловском саду две яблони домашние одну из них почти 60 лет бояршник однопестичный выращивался тоже как плодовое растение сейчас выращиваются долгие виды бояршника вишня вишня обыкновенная и вишня войлочная к сожалению в летнем саду их и нет но в Михайловском они представлены так называемые чересчатые леса правда это не черешня но все считают что черешня вот это вишня войлочная еще очень интересно есть в Михайловском вот такой вот дексон все его называют сакура но на самом деле это луизиан хотя на самом деле некоторые садоводы относят тоже сакура потому что когда-то это был миндаль потом именовали луизиан вот теперь о жизни садов очень красиво вот в летний период в Красном саду у нас проходят экскурсии посвященные истории ботанические экскурсии посвященные истории развития овощных культур и пряных трав эти истории эти экскурсии проходят в режиме что можно полюхать вот попробовать на зубки если кто захочет но пряные травы лучше нюхать и идет в режиме опять же он интерактива я могу задавать вопросы и ждать на них ответ вот это у нас праздник сбора урожая в летнем саду устраивается каждую каждую осень вместе с закрытием фонтана следующие это уже акция древо жизни где различные известные люди сажали в Михайловском саду сажали деревья было посажено 18 деревьев акция посвящена защите старовозрастных деревьев были торжественно открыты таблички после этого прошла посадка деревьев также у нас в Михайловском саду регулярно проходят уже с 2008 года регулярно проходят императорские сады России вот это первый императорский сад и композиция это последующий это итальянский пол и напоследок анонс с 5 по 14 июня будет в Михайловском саду будет проходить проходить очередной 8 фестивал императорские сады России который в этом году посвящен садам шелкового пути на 10 дней Михайловский сад станет таким восточным базаром где можно будет попробовать восточную пищу посмотреть чайные церемонии прослушать лекции о шелке и растениях шелкового пути это для интересующихся кратенькая информация о летнем саде книги которые рекомендуются для увлекающихся садами русского музея спасибо за внимание аплодисменты благодарим вас за интересную лекцию если у нас в зале есть вопросы я прошу задавать микрофон есть ли у нас у виртуальных филиалов тоже вопросы или те кто к нам присоединился онлайн вы знаете да что можете нам давать сигналы может быть какие-то комментарии есть ли в зале вопросы у южно-сахалинска есть вопрос слушаем вас да здравствуйте еще раз с удивлением обнаружил внезапно узнал что оказывается на территории садов русского музея растет растение которое на сахалине очень часто можно увидеть это синидия каламинта у нас его называют кишмыш приезжайте к нам в гости попробуйте аренди спасибо у нас его называют предневосточий кризон ну в принципе тоже похоже и вот еще один вопрос вы говорили про ацени которая ошибочно называют сакурой и упомянули о том что раньше это был просто миндаль ну я на самом деле насколько известно сакура это японская вишня а миндаль ничего похоже все дело в том что для понятия сакуры это скорее садоводческое понятие в этот это класс сакур в сакур объедены вишни сливы туда же входит курильская вишня в эту в эту группу туда входят туда входят персики махровые туда вот входят и луизиане или как ее раньше называли миндаль трилова она с махровыми цветками и все что махровое это все объединяется вот в такую садоводческую группу сакуры на самом деле это разные роды не то что разные виды спасибо спасибо большое есть ли еще у филиалов у наших вопросов Калуга может быть вижу что вопросов нет лекция обязательно запись лекции будет выложена на официальном канале ютуб нашего проекта русский музей виртуальный филиал и мы будем рады следить за новостями на сайте проекта русский музей виртуальный филиал будем рады вас видеть на следующих наших лекциях и конечно же на фестиваль у кого получится такая будет такая возможность посетить фестиваль сады шелкового пути и следующая лекция у нас будет 4 июня сотрудники ботанического сада прочтут нам лекцию о растении шелкового пути лекция будет в 12.00 всем спасибо за внимание